Я здесь. Всем привет, с вами Таня Старикова. Я переехала в Москву. Я немножечко устала. Количество синяков под моими глазами равно количеству часов, которые я сегодня спала. Видите, их нет. Ноль. Как бы встать там. Так хорошо тут. Сыжачок. И вот уже прошла почти минута в динамичном видео по теме, а я как бы еще даже не начала говорить по теме. Нет, все. Короче, вы дали мне сил. Давайте начинать. Причем в этом видео будет такое объявление. Вы даже себе не представляете. Это мой мерч. Поехали скорее. Пам! Давайте начнем с тех подарков, которые стоят не очень много, но нам хочется подарить, потому что всем друзьям, всех немножечко порадовать и не разориться в это время. Я постараюсь не повторяться с теми подарками, которые я говорила в прошлом году в видео. Хотя все это актуально. Можете пересмотреть его еще раз. Например, билеты на трансляцию спектаклей из театров всего мира. Это до сих пор, я считаю, что это лучший подарок для бабушек, дедушек. Честно говоря, нам самим надо почаще ходить на такие вещи. Но давайте реально новые идеи. Во-первых, мне кажется, что в 2018 году молодым ребятам очень прикольно дарить классные носки. Потому что это не из серии, когда типа жена дарит мужу пакет черных носков. Это можно подарить очень прикольно. Вот они сейчас с крутыми надписями, крутыми рисунками. И если носки с надписью «Шальная императрица», а у вас есть ровно такая подруга, что же делать? Спасибо большое, что вы пришли! Я видела прикольные носки на сайтах Friday Socks, Super Socks. И, по-моему, вот что-то больше сейчас ничего не вспоминается. Если у вас есть что-то еще, пишите в комментариях. И еще из таких же вещей, которые могут быть смешными, я недавно нашла в футболке AIDSRL, по-моему, называется, аккаунт с вышивкой. И мне показалось, что у них очень красиво это все вышито. Кстати, я должна сказать, что вот все, что я сейчас про что рассказываю, это не реклама. Ребята даже не знают про то, что я буду про них говорить. Просто мне бы самой хотелось все это купить. Я не могу потратить столько денег, поэтому давайте хотя бы вы купите это. По поводу украшений. Естественно, девочкам очень прикольно можно дарить украшения. Я видела парочку аккаунтов, которые мне прямо очень зацепили. Это Face Accessories. Я, кстати, часто появлялась в их сережках уже раньше. Они из нижнего, потому что... И Cosmos Co. Ну, там вообще на любой вкус. Типа, прям выбирай, не хочу. И еще мне показалось очень такой, типа, в духе 2018 года идеей дарить какой-то арт современный. Честно, я пыталась найти какой-то агрегатор, сайт, где можно найти классные постеры, принты разных дизайнеров каких-то. Я, честно говоря, не нашла. Но всегда можно попробовать поискать что-то от покрас лампас. Или есть супер вариант дешевый. Это распечатать какой-то постер, который очень подходит вашему другу. И пусть это будет Бэнкси. Но вы же не будете его продавать. Вы же повесите его просто в комнате на стенку. Ну, вряд ли Бэнкси вас засудит, правда? Он даже не судился с музеем в Москве, который сделал его выставку, как бы. И современный арт, он как-то реально оживляет пространство. Ну, добавляет какой-то изюмки. Вот, между прочим, мишки вот у меня там стоят. Мне подарили недавно Бэр Брик. Это, который Тимати все время с ними фоткается. И я очень долго не понимала эту фишку. Но, походу, это реально сейчас один из таких забавных вещей, которые можно коллекционировать. Потому что постоянно появляются какие-то новые коллекции, связанные с нашей культурой. С марками одежды, которые мы любим. С фильмами, которые мы любим. То есть, постоянно можно эту коллекцию обновлять. Но ее как-то делать своей. Но они, кстати, не дешевые. Они, по-моему, что-то около 4 тысяч стоят вот такие вот, которые небольшие. И да, давайте сейчас перейдем сразу к самому дорогому лоту из всех, про что я сегодня буду говорить. Потому что всегда есть самые близкие, самые главные люди, которым вы точно хотите подарить супер волшебный подарок. И вы готовы потратить на это сколько угодно денег. Потому что это, например, может остаться в вашем же доме, в вашей семье. И вы будете пользоваться этим сами. Подарите им новый паркет. Ха! Нет, проектор. Я говорила, что я не буду повторяться с прошлогодним видео, да? Я срывалась. Ну, просто тут я уже по чесноку, как амбассадор бренда CineMood. Я уже вам пару раз рассказывала про этот маленький, компактный, суперудобный проектор. Потому что я правда считаю, что это очень магическая вещь. Она радует безумно детей и также сильно радует взрослых. Это проектор, в котором внутри монтирована колонка. То есть, вы просто ставите эту маленькую коробочку, нажимаете на кнопки, и у вас на стене появляется красивое, большое, качественное изображение. И сразу же идет звук. Или можно подключить по блютозу к другим колонкам, если у вас есть какие-то там акустические системы. Короче, она очень современная. Вот такая, какой должна быть техника в 21 веке. Сейчас там можно подключиться к Иви и смотреть фильмы. Или можно пользоваться детской коллекцией, которая уже находится внутри этого кубика. Там куча мультиков. Включая советские. Включая диафильмы. Но самое главное, конечно, что можно брать его куда угодно. Хоть в машине его смотреть, хоть в гостинице, хоть дома. И причем вы, наверное, знаете, что в следующем году будет из-за НДС подниматься цена на много всего. И выгода получается до 5000 рублей. Поэтому позаботьтесь о подарке сейчас. Потому что если у вас даже праздники будут какие-то в феврале, то так выгоднее. В общем, самое главное в этом, конечно, то, какое впечатление будет произведено на того, кому вы подарите. Поэтому оставлю ссылку внизу на Синий Муд. И вообще на все, про что я сегодня рассказываю, оставлю ссылки внизу. И мы подходим к моему объявлению уже вплотную. Идея, которая, наверное, мне больше всего нравится. Это дарить мерч. Потому что сейчас у всех есть в своей коллекции одежды или парфюмы, или косметики, или еще чего-то. А у нас у всех есть люди, которые нас вдохновляют. И очень круто, если вы про своего друга знаете, вот кого... Какие стикеры в Телеграме он использует? С Мезенцевым или с Фараоном? Не знаю. Ну, то есть, типа, если вы знаете реально, кто ему нравится, и подарить что-то из коллекции этого человека. И тут штука в чем. Я хотела вам подкинуть какие-то конкретные идеи. Но это оказалось не так легко. Но в этом, наверное, суть подарка, что ты, как бы, можешь потратить на это какое-то время, чтобы порадовать близкого человека. Ну, что, у Рианы есть белье. У Кардашьян есть куча всякой косметики, всего-всего. Например, у Мезенцева была коллекция мерча. И просто, чтобы вы понимали, в погоне за чем-нибудь из этой коллекции, в конце декабря, я познакомилась лично с Мезенцевым, блин. Ну, просто, у них осталась одна футболка черная Алабама. Я очень надеюсь, что мне ее все-таки передадут, как обещали. Но, походу, пока больше у Мезенцева мерча нет. Упс. У Монеточки есть мерч, у нее всякие свитшоты и все-все-все такое. Есть вообще сайт мамкупи, по-моему, так он называется. Там много всего связанного именно с мерчем исполнителей разных и вообще какие-то сувенирки. Или, например, это могут быть связаны со спортом какие-то вещи. Допустим, я когда Мишке дарила футбольную форму, Мачистер Юнайт, которая приезжала ко мне из Англии. Вот это была, кстати, долгая схема. Ищите что-то поближе. Просто он был такой счастливый, что это вот какой-то его любимый бренд. Так что, если вы знаете какой-то классный чей-то мерч, пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что это такая не самая легко находимая информация. Нужно вдохновлять друг друга. Но я готова вам облегчить задачу, потому что есть у меня один мерч, который несложно найти. Что же это? Что же это? Что же это? Что же это? Это мой мерч. Друзья, я сделала зимнюю коллекцию в стирке. Стирка, если вы не знаете, это мой бренд. Как еще можно было назвать бренд одежды? Как бы. Зато у меня все из стирки. И мы сделали еще один очень модный дробь. Пусть все, что под одеждой, только поменяет цвет. Стилево, стилево, пробивай битом стену, вот-вот отделан и свежай. Стилево, выглядишь так клево, но что ты готова взрослым пацанам показать. На все фотографии вы можете посмотреть в инстаграме стирка.маркет, и мы туда будем добавлять еще модели. Инсайдик. Просто поступило несколько просьб сделать еще с черненьким, и мы сделаем. Ну и плюс к этому, у нас же есть бомбические шарфы, которые подойдут любому человеку, вы не обязательно даже должны знать его размер. Короче, это такая вещь, которая, во-первых, с предысторией, с вот моим каким-то вайбом, если человек знаком с моим блогом, мне кажется, это будет очень прикольно, что вы заметите вот это его увлечение. А во-вторых, эти вещи реально очень забавные, с той точки зрения, что их интересно читать и разглядывать, и объяснять людям, что за прикол, почему модно, почему стирк. Пишите сразу, как только вы смотрите это видео на стирк.маркет, я оставлю ссылку внизу, ну, собственно, вот так называется инстаграм. И до нового года мы отправим вам и вашим друзьям самые классные подарки. Позвольте! А, ну еще обязательно загляните на Lombardo Маркет, это огромный сайт со всякими-всякими-всякими украшениями, дизайнерскими какими-то скульптурками домой, одеждой. В общем, это дизайнерские вещи, которые вот на агрегаторе на одном сайте объединены. А, еще книжки, книжки, блин, я вам... Помните, я вам рассказывала про книгу Алиса в Зазеркалье? Выяснилось, что там еще несколько таких книг есть, есть Остров сокровищ, Шерлок Холмс и Алиса в стране чудес в этой же серии, тоже безумно красивый. Вот я уже заказал племянникам две такие книги. И в лабиринте еще сейчас есть такие вот коробки нам подарили. Это такой немножечко сюрприз, потому что ты не подбираешь содержимое, а ты вот заказываешь так, как это собрал лабиринт. Они постарались включить туда самые лучшие там бестселлеры, всякие лауреаты премии и все, и все, и все такое. И вот нам пришла детская коробка и она реально очень крутая. Так что вы можете либо вот заказать такую коробку с большим количеством книг, либо подобрать конкретные какие-то. Ну вот детям реально вот эта серия книга плюс эпоха просто бомбически красивые вещи. В общем, представляете, сколько всяких идей есть. Обязательно ставьте лайк этому видео, если вы нашли те идеи, которые вам нравятся. И если вам понравилось здесь нашим мерчем. Я сама в шоке, что мы это сделали, потому что я реально ездила на цех, в котором делают трикотаж и вяжут шарфы. Я ездила в какие-то странные фабрики, где что-то там вышивают, вырезают лазером нашивки. Короче, блин, это очень интересный был экспириенс. И мне очень круто, что вы его со мной разделяете. А, и еще рассказывайте об этом видео всем, кто сейчас тоже готовится к Новому году. А это все. Я думаю, что очень многие будут вам благодарны, если вы подкинете им еще идей. Все, теперь точно все. С вами была Даня Старикова. Хорошего вам дня. Я потратила всю энергию, которая была рассчитана у меня на сегодняшний день.